Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня мы сделаем небольшой обзор Star Citizen. Это игра, которую собирается выпустить Крис Робертсон. И посмотрим на то, что он за три года нас создавал. Мы будем использовать не ангар, который давно есть, а используем уже непосредственно Вселенную, которая за три года выросла из ангара, из арена Commander. Наконец-то игра стала более или менее оптимизированной. Мой компьютер смог ее запустить. Хотя очень много лагов, проваливания в текстур еще. Но это еще альфа. Поэтому жесткие требования предъявлять не к чему. Хотя многие говорят, что за 100 миллионов долларов игра должна уже быть более доработана, нежели чем она в текущем состоянии. Ну подождем еще немножечко, пока мне загрузится. Надеюсь, что загрузится. Или все-таки придется нажимать на паузу. В общем, пока мне загрузится. Сейчас, на этой неделе, идет небольшая рекламная акция кораблей. Так как многие корабли можно купить еще до выпуска игры. И нам дали полетать помимо того корабля купленного. Еще и на других кораблей. У меня приобретен пакет с фрилансером. Вот мы. Кубрики на какой-то станции. Здесь мы лежали, спали, проснулись. О, Господи, как шумно. Пойдем изучать мир. Включим дополнительную реальность. Чтобы увидеть некий игроков. Это все игроки. Тоже изучают текущую игру. Так, где наш центр управления? Здравствуйте! Впорту Олинар-шипдек. Пожалуйста, нажмите на экран, чтобы продолжить. Так, по-моему, слишком игроковато. Мы советуем гостей. Пожалуйста, используйте текущую текущую на выходе армии. Так что оружие снова будет активно. И не забывайте обстреливаться. Спасибо за внимание. Надеюсь, не будет проблем на YouTube с музыкой. Итак, что у нас здесь есть? У нас... Мой корабль, который я приобрел. Мисс Фрилансер. Это тестово даю уют полетать на Хортере. Аврора. Мустан. Так, вот. Хортеры, получается, для какие-то модификации. Ну, в общем, если по кораблям, то как изначально Крис Робертс планировал, что с первым кораблем, которым мы сможем в открытую вселенную выйти после миссий одиночной кампании, либо заработав на Хортер старой списанной, либо купить себе Аврору. Но после очередного сбора миллиона был добавлен еще один стоковый корабль Мустанг. Давайте наверняка в этой серии мы наверняка познакомимся с Авророй, с Мустангом и Хортером в других сериях, а с Фрилансером как он постоянный корабль для меня и познакомимся с ним чуть попозже. Так, выжимаем корабль в док. В док А-8. Если честно, я еще ни разу на Авроре не летал. Так, А-9, а где А-8? Попробуем. Кстати, по комиссии персонажи выглядят одинаково. Ну, по-моему, все-таки сюда. Ну, точно нам сюда. Вот в дополнительной реальности мы наконец-то можем найти свой припаркованный корабль на взлетно-посадочной полосе. Так, шлюз. Выходим. Ну, даже даже воздух откачивается, не закачивается. По поводу игры. В этой игре не будет никакого прокачки персонажа. И это единственная в своем роде игра, в которой, возможно, смерть персонажа. За каких-нибудь рискованных действий. Боевых, либо пиратских. То есть, она с себя совмещает и космический симулятор полета. И шутер. Ну, и ММО, наверное, все вместе. Так, вот это Аврора. Исторически, если мне память не изменяет, то на том первом корабле, на котором начали осваивать космическое пространство. Самый массовый. Есть много комплектаций его. От грузового, скоростного и военного. В принципе, основные три комплектации. Ну, либо то, что вы себе с ним сделаете. В нем есть. Давайте зайдем, посмотрим, что. Так, что нас не пускают. И на лесенку. Причем с двух сторон, я так понимаю, можно залезть. Устроить. Устроить. Проветривание помещений. Вот терраса. Ну, вот. Угу. 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 Вот мы забрались. то с управлением все-таки придется явно разбираться мне еще долго мне в принципе можно сказать только начал осваиваться поэтому многих ну вот как я вам говорил глюки оказались сверху корабля к сожалению их еще пока мисс много таких неприятностей случающихся но на сей раз мы сможем зайти или опять мы куда-нибудь провалимся так а как же двери закрыть ха 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 боже мой какой без руки нет все равно выходим что летать будем с открытыми дверями нет все равно ладно буду позже разбираться так что у нас есть у нас есть пилотское место у нас есть капсула для отдыха для длительных полетов да что такое не взята как с этим бороться ни в какую не хочет вот так открыл двери закрыть не можешь да я уже начинаю жалеть что открыл так в общем залазим корабль в общем есть спальные места наверно практически во всех кораблях кроме хорната и попробуем сесть ну вот что-то нам уговорить да 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 я вижу что систему все норме а теперь ради интереса мы выйдем закрылись ли за нами автоматически двери когда мы садимся или не все так же же открытые да закрылись попробуем забраться не надо не надо так делать ну спишем на то что еще игра недоработанная и до капсулы не доберемся в общем для чего же все таки в некоторых кораблях будут спальные места особенно одноместных своего образа чтобы не долетать до станции чтобы ваш корабль никто не убил не захватил так как здесь есть абордажи но правда многоместные корабли абордажи можно сделать маленькие корабли можно только будет уничтожить и собрать ну и принципе у вас может быть не с первого раза убить но ааааа туда можно забраться будет да пилот с меня еще тот в общем в общем в общем в игре в которой не будет никаких убер нагибающих связок скиллов а только твои умения я чувствую буду самым худшим пилотом во всей этой вселенной который крис роберт строит ну как вы видите мы в открытом космосе с управление вообще не разобрался поэтому больше похож на летающего и накази так сбавим скорость интересно вообще смогу сесть или 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 о господи да к управлению привыкать нужно но уже кто-то стреляет по нам возможно да всю красоту корабля и возможности его вряд ли вам покажу так с управлением еще мне придется разбираться ну это довольно таки маленький корабль на которой мы будем покорять очень большую вселенную в которой будет больше 100 это конечно не сравнится с количеством и онлайн где в больше пяти тысяч но в онлайн нету возможности полетать с друзьями на одном корабле здесь есть начиная с кораблей как фрилансер и даже по моему мустангу из могу ошибаться были двухместные корабли в общем ребят полетел я тренировать свои руки в управлении этих кораблей кстати даже когда корабль летает можно сделать вот такую вещь и как видим можем помахать ручкой станции и как видим можем помахать ручкой станции не выкинула то есть мы летим по тому маршруту по которому проложили курс и 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 при полете выглядят другие корабли. Всем пока-пока!